Всем привет! И я хочу сказать, что я сегодня не случайно забралась на самую крышу, для того, чтобы рассказать вам о заземлении. Если мы посмотрим на животных или особенно на тех же самых кошек, которых мы прекрасно все знаем, живым у нас дома, кошка может абсолютно спокойно гулять по краю крыши или сидеть на краю окна, несмотря на то, что это может быть очень высокий этаж, абсолютно не боясь того, что она может упасть. Для человека уже само состояние пребывания на очень высоком месте, тем более если подойти к краю крыши, вызывает уже большой ужас. Если вы заметите, то ваша энергия поднимается наверх. Это где-то в области живота особенно ощущается, очень сильно чувствуется. Дело в том, что у человека, в отличие от животных, движение энергии по меридианам достаточно быстро выходит наверх. То есть человек очень быстро теряет заземление. Поэтому вот эти вот меридианы, которые нас связывают с землей, как правило, бывают у нас забиты. И от этого еще плюс ко всему человек тоже теряет вот это вот самое драгоценное заземление, которое ему нужно. Заземление нужно для того, чтобы, во-первых, вы были укоренены в реальности, присутствовали здесь и сейчас. Это вот то, что мы говорим постоянно, в этом моменте, в этой секунде присутствовать, чувствовать эту жизнь здесь и сейчас. Не быть ни в прошлом, ни в будущем, а именно находиться в этой точке. Это дает вот это вот заземление. Почему и люди очень часто мыслями постоянно где-то в прошлом или бесконечно где-то в будущем, но только не сейчас. Для тех людей, у которых заземление уже является слабым, в основном эта энергия идет наверх, к сожалению, потому что заземление как раз таки мы говорим о том, что энергия протекает правильно. Открыты меридианы в ногах, которые должны быть хорошо открыты. И сцепление хорошее с землей человек чувствует. Мы можем даже сказать про людей, которые таким образом себя чувствуют. Мы говорим, как он стабилен, как он хорошо стоит на своих ногах. Или если там человек просто хорошо продвинулся куда-то, как хорошо он крепко встал на ноги. В отличие от тех людей, которые где-то летают в облаках. Мы говорим, ой, где-то он там летает в облаках непонятно где. Это говорит о том, что заземление у человека отсутствует. Что он постоянно где-то непонятно в каких мирах порхает и летает. Есть определенные упражнения, которые позволяют удержать эту энергию внизу. Плюс ко всему нужно, конечно же, делать постоянно массаж ног. Либо использовать все последние аппликаторы внизу, которые можно проминать ступни и активизировать постоянные точки на ногах. Для того, чтобы это заземление постоянно присутствовало. И также некоторые упражнения, которые тоже позволяют перебросить энергию сверху, перебросить его вниз. Открывать ступни и терапия. И нанесе же это поменять ту матрицу, которая существует в голове. Отработать все свои какие-то прошлые травмы, стрессы, которые могут быть в прошлом. И поговорить их с психотерапевтом, с психотерапевтом. В общем-то, для того, чтобы они просто больше не беспокоили. Потому что они могут находиться ими в теле. Поэтому телесно-ориентированная терапия в этом случае намного может быть эффективнее и может больше быть полезна при таких ситуациях. Я покажу, что у меня всего несколько упражнений. Остальные упражнения вы можете найти на сайте. Для тех, кто хочет просто поддержать свое тело в здоровом состоянии. Для того, чтобы скидывать стрессы, убирать стрессы из тела. И особенности для тех, кто уже страдает от уничтожениями атаками, эти упражнения могут быть очень сильно полезны. Помимо той работы, естественно, которую вы проводите с терапевтами, с психотерапевтами, с психологами, с вашими. Либо вы можете обратиться также и ко мне с этой же проблемой. Мы можем также работать с вашими стрессами, с вашими ситуациями. Спасибо.